Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас очень быстро расскажу вам про опрыскивание. Я вот собралась опрыскивать сейчас свои томаты, перцы, которые дома, баклажаны, как антистрессовое опрыскивание. Я позавчера в теплице говорила, что я свои томаты, которые в очень низких там ночных температурах оставляю, опрыскиваю эпином, потому что он эффективна защита от заморозков, универсальный антистрессовый препарат. Таким же средством обладает и янтарная кислота. Я уже несколько слов про нее говорила, что можно опрыскать эпином, можно опрыскать и янтарной кислотой. И сейчас смотрите, поясню. Многие используют янтарную кислоту как средство для укрепления корневой системы, увеличения корневой системы. Мне вот этого не нужно. Мне не нужно укреплять корневую систему, которой так уже деваться некуда. Если растение сильное здоровье, обычно корневая система им соответствует, ну что верхняя часть большая и нижняя. Но янтарную кислоту можно использовать не только как для увеличения корневой системы. Вот смотрите, видите в конце написано. А также помогает растениям легче переносить стресс и быстрее восстанавливаться после пересадки или неблагоприятных условий. Я ее сейчас буду использовать именно от неблагоприятных условий. Казалось бы, какие дома неблагоприятные условия у растений? Ладно, в теплице мы помогаем. Там холодно, там было вот 2 градуса. Там томаты, у них аж все волосинки, ихние дыбом встали, они распушились от холода. Холод это неблагоприятные условия. Но такие же неблагоприятные условия это жара, духота, повышенная сухость нашего воздуха. И видите, вроде бы баклажаны хорошие. Вроде бы у них и листики большие, все у них хорошо. Но я вижу, что листья у них так же, как у томатов, видите, начинают как бы, как вот так в кулачке сжиматься. Это явный признак того, что им не нравится здесь. Им тут сухо. Конечно, им тут сухо. У нас ночью за 20-22-23, днем тоже 22-23, им некогда отдохнуть. У них нет здесь свежести, нет прохлады. И вот чтобы вот, это тоже стресс для растений, неблагоприятные условия выращивания, так же как холод, так и вот эта вот сухота, жара, тоже неблагоприятно. Именно поэтому я буду сейчас их опрыскивать тентарной кислотой. Я вот здесь вам показала баклажаны и перцы, но так же чувствуют себя и томаты. Просто про томаты я уже снимала, что у них тоже листья вот так в кулачке сворачиваются, значит им душно, значит им жарко. Сейчас мы немножко стресс снимем, опрыскиваем янтарной кислотой. У кого еще и корневая система плохо развита, у рассады, она конечно как ни одной направленности, в этом направлении она тоже поработает. Я делаю очень-очень просто, все делаю по инструкции. У меня вообще такая как мода привычка. Я никогда дозировки никакие наизусть не изучаю, не запоминаю. Я просто беру, если пакетик, вот это садовая янтарная кислота. Я делаю по инструкции. Здесь написано 2 грамма на 20 литров, значит я беру 1 грамм на 10 или на 5 литров. Дозировку янтарной кислоты вы можете точно не выполнять. Тут плюс-минус 1 грамм не имеет никакого значения, она не наносит вред растению. Мерить, на весах вешать ее совершенно не нужно. Я вот выложила, высыпала пакетик, разделила ровно на 4 части. И вот это сейчас 1 часть, 1 грамм пересыпала в банку с водой, развела до полного растворения кристалликов. Добавлю сейчас до 5 литров воды. В опрыски, видели, вот в такой, в обычной. И по всем ящикам, по всем лоткам пошла опрыскивать. Конечно, как опрыскивать вы все знаете, но сейчас, когда буду делать опрыскивание, я вам немножко покажу там несколько секунд. Просто для тех, кто, возможно, есть и такие люди, кто, возможно, еще ни разу не делал опрыскивание. Если говорить о самом опрыскивании, то опытные огородники знают, а начинающие, я хочу сказать, самое главное, чтобы сделать размер капелек, ну, короче, капли должны быть такими мелкими, чтобы они не стекали с листа. Сейчас постараюсь вам показать, я уже спрыснула. Ну, а вот так вот, остались на листиках как можно дольше. Если делать несколько, ну, как много раз опрыскивать одно и то же растение, то капли укрупняются, и они стекают. Нам нужно, чтобы раствор вот этот вот остался на листьях. Видите, я как сбрызнула, и они все остались на листьях. Даже, ну, ладно, этот вот так лист, даже лист, который как в наклон, сейчас подождите, покажу вам, вот видите, даже лист, который опущен вниз, они не стекают с него. Это главное условие успешного опрыскивания. Некоторые так сильно увлекаются, брызгают, 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 и жидкость стекает, и толку от этого пользы намного меньше, чем тогда, когда вот все капли, они должны как можно дольше оставаться на листиках, тогда листовые пластины, они вот в таком, в контакте с этим препаратом будут долго, и будет эффект больше. Сейчас я вам покажу на своем примере, если, я вот раз спрыснула, и все, если их еще побрызгать, видите, что получается? Капли моментально укрупняются, если, видите, все, они пошли. И пока вы их несете даже, ну, или там чуть-чуть тряхнете, оно, все, его нет. Это если еще, и когда вы думаете, что вы как, ну, в смысле, что, если вы думаете, что больше опрыснули, то это будет лучше, то нет. На листовых пластинах большие капли не остаются, нужно именно вот такие, чтобы они были маленькие, 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 чтобы весь лист был покрыт вот этими капельками. Все, до свидания. Это уже так практический совет для тех, кто ни разу, возможно, не опрыскивал и не знает, как лучше. Или лучше, чтобы там были вот такие огромные капли. Вот такие огромные капли нам не нужны. Нам нужно вот, чтобы было много-много маленьких. Еще даже меньше можно. Все. Хорошее. Продолжение следует...